Статья. Наука, религия, философия, вера и теория познания. Давайте посмотрим. Нередко мне приходится слышать о том, что наука это совершенно особый, особый, совершенно особый эмпирический способ познания. А религии, к примеру, все базируются, ну, только исключительно на вере и только на одной этой самой вере. Это вредный, ну и на самом деле тупой предрассудок, который пропагандируется нерадивыми людьми, в скобочках обычно это атеисты, ничего толком не понимающими философию и религии. Ну, потому что действительно это довольно странное представление о том, что наука, она такая вот выбивающаяся из всех явлений. И нам нужно это как-то разобрать. Давайте пробуем разобраться. Во-первых, давайте подчеркнем, что единого определения науки не существует. Это раз. Также единого определения религии и философии тоже не существует. С философией все вот-вот вообще вот так вот сложно. Ну, то есть вот вообще больше, наверное, определений нет ни одного слова. Хотя, может быть и есть, но... Каждая новая философская школа выдумывает чуть ли не свое определение философии, и это как бы считается, ну, почти что нормальным. Ну, опять же, провокационный вопрос, что такое тупость и как она возможна для скептика. Ну, здесь на самом деле примитивность имеется в виду, то есть простота. Простота постановки проблемы, причем такая простота, которая основывается на базисе понимания, ну, даже не понимания, а такого поверхностного обзора лишь одной культурной традиции. Европейской непосредственно, где в Европе, да, действительно было разделение на науку и религию, где действительно было разделение уже даже в самом христианстве на веру и знание. Причем знание было хуже веры, непосредственно оно считалось так многими мыслителями христианства, и не только мыслителями, а вообще христианами вера выше знания. Это вот одна из таких вот более-менее часто встречающихся трактовок. А потом, вот когда вот начала доминировать философия, наука, когда вот они начали обретать большую силу, тогда у нас берется вот уже знание, знание доминирует над верой. Но это деление, оно все равно остается, и оно живо до сих пор. Есть вера, есть знание. И почему-то все религии, они приписываются к этой самой вере. Хотя у них нет христианской веры, например, а любая другая вера, обычная вера, она свойственна вообще всем, включая ученых. Она вообще всем свойственна. Ну то есть такая вот обыденная уверенность в общем таком виде, в общем обзоре, она свойственна вообще всем. И без этой самой уверенности, например, наукой заниматься невозможно. Ну если вы не уверены в методах, которыми вы пользуетесь, ну скорее всего там вы не очень ученые в данном случае. Вопрос, откуда берется тупость и откуда мудрость? Как и чем мерить сложности, простоту, интуиции, вкусом? Я объяснил уже это в связи с культурами. Простой, примитивный, неполный обзор, вот на чем основывается в данном случае тупость. И простота, и вот эта вот самая примитивность. Это я пояснил. Ну, то есть, когда человек просто вот является таким вот не очень глубоким, даже, можно сказать, поверхностным зрителям своей собственной только одной культуры. Если вам откроется Бог, вы веруете и перестанете быть скептиком. В смысле он не откроется? Он закрыт где-то? Слушайте, может быть, вы скажете, где закрыт Бог, и я его открою тогда, друзья. Под наукой прежде всего я буду понимать ту методологическую, мировоззренческую позицию, которая оформилась в начале нового времени и стала фундаментом для становления научной системы. Ну, то есть, китайские врачеватели, создатели пороха, арабские врачи, изобретатели колеса, акведука и прочие замечательные, потрясающие люди, которые не связаны с этой самой традицией, они, на мой взгляд, учеными не являются, и их называть наукой, вот ту деятельность, которой они занимались наукой, на мой взгляд, нельзя. А вот определять науку общими какими-то категориями, ну, типа, наука вообще. Вот существует такая вот наука вообще потрясающая, невероятная. Ее не видно, ее не потрогать, ее не пощупать, не найти людей, которые придерживаются этой науки вообще, ну, потому что их нет. Ну, например, есть ученые современные, которые придерживаются современной научной системы. У них есть определенное мировоззрение, определенные взгляды, они пользуются определенными методами. Их можно отделить. Их можно отделить от всех прочих. А когда мы говорим наука вообще, ну, то есть, это какие-то все практики, это и все философы, получается, ученые вообще, и все религиозные деятели, получается, тоже ученые вообще. Каждый человек, который, там, не знаю, на небо посмотрел и соотношение звезд определил, он ученый вообще, получается, там, не знаю, человек, который из идиакальные знаки сделал, он тоже ученый вообще, получается, ну, потому что же... Ну, потому что же одно и то же, получается. Человек изучает как-то природу, ну, не получилось у него, ну, сделал он не астрономию, а астрологию, ну, какая разница-то, тоже ученый получается же. Такие вот обобщения, сверхобобщения, это глупость тоже такая вот, которая нас ведет к преимуществу к построениям таких витиеватых, таких вот потрясающих риторических фигур, которые за собой ничего не несут. Как по мне определить науку правильно, чтобы ее более понятивно развивать, разрабатывать, вот оно как. Надо подходить как-то вот потоньше, и многие исследователи науки так действительно подходят. И я здесь тоже не сам являюсь изобретателем определения науки, и вот эта вот самая методологическая мировоззренческая позиция, которая оформилась в начале нового времени, это не мое определение тоже. Давайте ответим на чатик. Вы переживаете мистическое присутствие божественной благодати, про которую постоянно рассказывают верующие. Я буду скорее всего сомневаться, если я переживу любое состояние, мистическое присутствие, божественной благодати, ну, сейчас я думаю, что мне свойственно будет усомниться. Тем более тут вопрос, если я смогу его всегда переживать, ух, ух, тогда, может быть, и уверую. Но вряд ли, вряд ли я буду его всегда переживать, надо вот прям вот 24 часа в сутки, наверное, сидеть и переживать его, чтобы вообще ничего не сомневаться. Может быть, я вообще буду думать, что я с ума сошел. Почему бы и нет? А ваш антисоентизм вас толкает к этому или нет? Антисоентизм меня ни к чему не толкает. А вы бы хотели увидеть Бога? Увидеть Бога. Напоминаю, что он бестелесный, нематериальный, невидимый, абсолютный, может быть, имеет форму сферы, может быть, и не имеет. Неподвижный, я не знаю, всесильный, могущественный, вероятно, невидимый, средствия его увидеть, ну, невозможно. Почувствовать каким-то образом, может быть, и можно, если вот так сформулировать. Но увидеть его даже терминологически невозможно. Следуя за определение Бога, увидеть его нельзя. Если он не воплотится в теле какого-нибудь смертного только. Но если он воплотится в теле смертного, то я увижу скорее смертного, чем Бога. Также напоминаю, что одной из характерных черт именно этой самой науки является наличие естественной установки. То есть убеждение, согласно которому законы мира едины, неразрывны, работают одинаково в любом месте и в любое время. А также на них не может повлиять ничто метафизическое. Из последнего следует, что изучаемый мир понимается учеными как нечто совершенно естественное. Так вот, почему вот эта вот самая мировоззренческая установка, она возникла в начале нового времени? Ну, потому что по преимуществу появился деизм. Вообще появилась возможность выкинуть Бога за пределы вселенной. Да. И позволить миру существовать без него. И утвердить, что Бог ни в коем случае и никогда, никогда не вмешивается в дела мира. А поэтому эмпирические методы стали именно вот возможны, доступны. Ну, вот, например, смотрите. Если мы подразумеваем, что существует некоторое могущественное божество, которое может вмешиваться во все законы этого мира в любой момент, когда ему заблагорассудится. Тогда мы должны понимать, что вот это вот событие, оно могло происходить несколько раз. Вот эти вот изменения законов этого мира. Как следствие, ну, например, радиоуглеродный анализ становится бессмысленной вещью. Ввиду того, что законы мира могли изменяться несколько раз. Он работает только буквально потому, что имеется вот это вот самое допущение о том, что законы неизменны. То есть, что во времена динозавров, что в наши времена, в общем-то, все, что происходило вот с этим самым углеродом, оно также и происходит вот всегда. Все. Всегда так происходило и так и будет происходить. Поэтому можно что-то относительно этого исчислять. Так вот, там дальше про скептицизм. Как скептик понимает удивление, кстати. В чем источник удивления? Мистического тоже. Можно сделать удивление критерием истины. Я не понимаю, как сделать удивление критерием истины, потому что у Аристотеля это не был критерий истины. Это был, в общем-то, это была мотивация, которая нас направляет к попыткам открыть эту самую истину. Вообще не уверен, что во всякую систему взглядов можно вместить вообще вот эту концепцию удивления. Более того, ну, я удивление, как таковое, испытываю крайне редко. Ну, то есть меня очень трудно удивить. Вот, 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 очень трудно удивить меня. Я столько уже, как бы, всего видел, прочитал и допустил. Моя философия возможностей позволяет мне допускать практически все, что угодно. Удивить меня в этом контексте очень трудно. Вот тут, да, комментатор, удивляюсь, приближаюсь к истине. Только в том контексте, что, удивляясь, вы начинаете что-то исследовать. И когда вы от удивления начинаете что-то исследовать, вы, конечно же, приближаетесь к истине. Только если вот такую вот логическую цепочку, ее бы, наверное, Аристотель подтвердил в таком контексте. Теперь давайте рассмотрим наука. Что, что в ней? Давайте определимся с терминами. Во-первых, философия — это не наука. Она не является наукой. Философия немножко древнее того, что называется наукой. По крайней мере, того, что я назвал наукой вот выше. Философия — это не вот эта вот штука. Это вот не методологическая мировоззренческая позиция, которая оформилась в начале нового времени и стала фундаментом для становления современной научной системы. Вот философия не эта. Философия никогда вот этим не была и, наверное, не будет. Даже Салтердайк, которого мы недавно рассмотрели, вот он не вот это вот. Он не относится к методологической мировоззренческой позиции, которая оформилась в начале нового времени. Вот что важно. Все великие философы так или иначе отмежевались от этой методологической мировоззренческой позиции, которая оформилась в начале нового времени. И да, были философы, которые эту позицию создали, это Кортезий и Бекон, Фрэнсис, непосредственно, они оформили вот эту концепцию до конца, и потом вот произошел некий синтез их взглядов, и появилась, так скажем, наука, в том виде, в котором приблизительно мы ее себе до сих пор сейчас и представляем. Вот, все остальные мыслители так или иначе отходят вот от этого вот, то есть, понимаете, даже не знаю, даже вот все самые вот фихты, наука, учения, его замечательные, с его я, не я, и я еще сливающимся вот этим вот замечательным, не знаю, не только фихты, Гуссель со своим, в общем-то, тоже стремлением к серьезной научной дисциплине, который критиковал при этом эмпириков изо всех сил, как бы. Это тут, он понимает под наукой строгость в данном случае, просто строгость. Единственный критерий науки строгость получается. Должен быть строго, обоснованно, последовательно и основываться на очевидности, между прочим, вот. Вот, 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 что подразумевает феноменология под наукой в том смысле. То есть, опять же, понимаете, куча определений, тонны определений науки нам на голову сваливается, как только мы начинаем разбирать этот предмет. Тонны. Ну вот, вот, зафиксируем. Философия — это не наука вот в этом вот самом смысле, в котором было написано выше. И это очень просто выявляется. Это даже дураку, наверное, было бы понятно, если он понимает все, что здесь написано. Продолжаем. Но наука — это философия, получается. Потому что вот эта вот самая замечательная позиция, мировоззренческая позиция, которая оформилась в начале нового времени и стала фундаментом для становления современной научной системы, она, например, она оформилась из философских учений, из двух непосредственно философских учений — рационализм и империзм. Потом постепенно добавлялись какие-то элементы критицизма, немножко от кантовского критицизма там тоже появилось что-то. Потом, может быть, немножко скептицизма такого вот научного, искаженного. Ну, конечно, наука развивалась, добавлялась, расширялась. Та концепция, да, вот, с начала нового времени она не сохранилась до сих пор. Но вот то, вот эта концепция, она — кедро. Это центр научного мировоззрения, это методология и теория познания науки, с помощью которых она работает до сих пор. С некоторыми искажениями, конечно, изменениями. То есть именно оттуда идет у нас вот такая вот единая научная система какая-то, которая так или иначе развивается. Именно вот с этого момента, с начала нового времени, мы начинаем фиксировать вот эту вот самую системность, вот эту вот самую... Непосредственно то, что мы можем назвать наукой, чем-то вот единым, чем-то вот однозначно вот таким, на что можно указать. Хоть и не пальцем, но хотя бы разумом можно указать. На общую супер-пупер науку, которая не существует и которая там... Это вся любая практика, это же наука, все. Не указать нельзя, потому что непонятно, что за херня вообще... Что за херня сказано? Да. Давайте рассмотрим связку науки и философии. Как все это развивалось в истории философии и откуда, с одной стороны, берутся философские основания науки, и с другой стороны, ну, насколько они связаны с этой самой наукой, давайте посмотрим. Ну, начнем с досократиков. Не исключено, но не подтверждено, с другой стороны, что первыми философствующими эмпириками были досократики. Некоторые историки и философии непосредственно уже в древности, они указывают на различные аргументы, которые использовали в качестве доказательств досократики. Ну, например, давайте вспомним фалесовский аргумент. Вот, причем, текст фалеса не сохранился. Не-не-не-не-не, не думайте, что он сохранился, нет. Но при этом есть догадки историков философии, причем античных, античных историков философии. То есть, сами греки выдумывали аргументы за досократиков. И среди этих аргументов, в общем-то, как раз были такие аргументы, которые связывали нас с водой, с жидкостью. То есть, например, фалес видел, что вот мы там надрезаем нам, не знаю, кожу, и оттуда кровь льется. Кровь это жидкость, ну, значит, человек состоит из воды. А, наверное, и все тоже состоит из воды. Тем более, там моря. По морям фалес плавал, видит, вот везде моря. Вокруг океаны, моря, так много воды вокруг в Греции. Как много вокруг воды. Эмпирически фалес пришел к выводу, что все есть вода. Вот такие трактовки просто уже у греков имеются, ну, зафиксированы в текстах непосредственно. Почитайте для подтверждения этого фрагменты ранних греческих философов. Там вы найдете вот такие вот отсылки. Но все вот это вот еще как бы трудно назвать наукой настолько, насколько, ну, только можно что-то трудно назвать наукой. Потому что, ну, по понятным причинам. Во-первых, мы не можем подтвердить это. Во-вторых, ну, все-таки концепции, ну, очень уж простые и наивные. И включают в себя идеалистический дискурс непосредственно. Ну, фалес потому, что не просто вода на самом деле. Да, все есть вода, но это не просто вода. Это не просто вода, друзья. Это вода одухотворенная, одушевленная. Это живая вода. И не в том смысле живая вода, в котором мы сейчас могли подумать. Нет, это реально живая вода. Это вода, которая содержит в себе душу определенную. Античные эмпирики. Ну, прежде всего, это философы, ученики Гиппократа и сам Гиппократ, а также киренайки. Ученые нового времени далеко не первые начали применять эмпирические методы, что тоже важно заметить. Мы достоверно знаем, что ученики Гиппократа, которые, ну, считаются философами, их тоже трудно назвать учеными. По ряду причин, по ряду тех концепций, которые они исповедовали. Ну, например, вспомним учение о жидкостях, замечательное, о человеческих жидкостях, о флегме, не знаю, как это все, о крови, о желче. Ну, то есть, вот это самое учение из четырех единиц, вот этих вот замечательных, которые в итоге стали прародителями теории темпераментов. Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Да, в соответствии с этими характерами в человеке имеются вот определенные жидкости. Если эти жидкости преобладают в человеке, то, оказывается, внезапно в нем начинают преобладать определенные черты характера. Ну, насколько это научно, я хер знаю, но как бы да. Но как бы это прикольно, это просто прикольно, да. С другой стороны, у нас имеются киренайки, которые были во многом сенсуалистами. Они, конечно, плевать на познание. Прежде всего, этика, прежде всего, наслаждение. Но наслаждение базируется на чувстве, на ощущениях непосредственно. И ощущение становится одним из главных терминов киренайков. При том, что киренайки логику, если не ошибаюсь, отрицали. Опять же, текстов не было. Опять же, текстов нет, поэтому точно подтвердить нельзя, но, скорее всего, отрицали. Дальше продолжаем. Также имеются античные рационалисты, которые, на самом деле, ну, тоже являются неким таким притечем научного знания. Причем, очень древним притечем. Это, прежде всего, пифагорейцы со своей теорией чисел идеалистических. Потом платоники. Платон непосредственно создает рационализм как целостную систему. И мы это можем видеть непосредственно в его диалогах. Что происходило с рационализмом до Платона, ну, остается вот так вот там помахать вот так руками. Ну, там логос какой-то, логос, не знаю, ум. Вот эти вот такие термины. Бог тоже там присутствовал. Да, было, было что-то такое. Но был ли это целостный такой идеализм рационалистический? Трудно сказать. Ну, может быть, Парменида здесь тоже можно перечислить в качестве такого рационалиста. Потому что, ну, по сути, Парменид косвенно, косвенно, косвенно ввел логический закон А равно А. Закон тождества. Ну, у Парменида это звучит немножко не так. У него это звучит так. Бытие равно мышление. Как бы это вот так звучит. И на колеснице он так вот ехал, куда-то вот на волшебной, пообщаться с Ананки. И она ему, в общем, рассказала вот это вот все. Очень научно, очень рационалистично, да, между прочим. Да. То есть, с Парменидом тоже дела обстоят, ну, невероятно сложно. Как его оценивать как ученого такого вот объективного или рационалиста объективного? Ну, я не знаю. Это, по-моему, немножко притянуто. Или, не знаю, пробовать как-то оценивать нашего любимого Гераклита как рационалиста. Вроде бы основатель диалектики, но... Какой диалектики? Где тексты Лебовские? Как мы подтвердим, что он основатель диалектики? Ну, движение, все движется, все движется без остановки. Ну, окей. Диалектический метод здесь вроде бы даже рядом не стоял. А мужик еще, говорят, ходил и смотрел на людей, какие они тупые, и плакал из-за этого. Не очень рационалистично, по крайней мере. Вот. Тут вопрос. Ах, как побить субъективного идеалиста? Короче, смотрите. Берем. Идеалиста. Вот, мы за волосы его берем. Размахиваемся. Бам! Просто. И рука проходит насквозь, потому что его на самом деле нет. Потому что мы субъективные идеалисты, друзья. На самом деле, да. И тут еще комментарий. Демокрит Бадугину был... Некпомантом? Некромантом, может быть? Некпомантом? Я не знаю такое слово. Надеюсь, не к романтам. Я просто не удивлюсь услышать здесь какие-то слова, которых я не знаю. Может быть, и не к помантам. Александр, а какова цель вашего проекта? Ну, прежде всего, там у меня мое учение есть. Вы можете прочитать про ортодексологию, различные ее аспекты, посмотреть то, чем я непосредственно занимаюсь. Но в контексте того, чем я занимаюсь, важно изучать все остальное. И мы вместе как бы образую людей и сам улучшаю свои знания. Какой-то досуг, в общем-то, у меня тут тоже появился. И вам досуг организовать тоже неплохо же, правильно? У меня еще книжек много прозаических стихов. С этим тоже как-то надо распоряжаться. А то я сижу, сычую, надо тоже с этим работать получше. А вот, Демокрит был некромантом, который как вампир ползал по кладбищу. Ну, Дугин. Дугин, он маг. Он маг словесный, да. Он мог такое сказать. Так вот, рационализм непосредственно. Рационалисты это пифагорейцы, платоники, перипатетики и стойки. Хотя со стойками тоже ситуация довольно сложная. Но они идеорационалисты в том смысле, что они развивали логическую теорию. И развивали вот эти вот, которые написаны, идеалистические познавательные методы. Математику, диалектику и логику. Непосредственно следует заметить, что рационалисты, рационалисты, они по преимуществу отрицали эмпирические методы. Перипатетики в данном случае выступают некоторым исключением. И то не очень сильным, потому что, ну, все равно у Аристотеля, у его последователей, по преимуществу имеется огромный перевес в сторону рационализма, в сторону ума, в сторону разбора с помощью, в общем-то, интеллекта. Да. Если не ошибаюсь, последователь Аристотеля, Стратон, вроде его зовут, один из последователей, я уже не всех перипатетиков помню, к сожалению. Вот такое вот. Он был эмпириком в большей степени, чем остальные. Но все равно верил в теорию стихи, кстати. То есть все равно все такое вот, да, рациональное. Ну, все, все довольно смешано, все равно остается. Так вот, следует заметить, и перипатетики все равно были не очень хорошими математиками. Опять же, заметим, это в основном платоники, пифагорейцы, и неопифагорейцы, и неоплатоники, очень любили математику. Вот. Математика вообще как-то вот долгое время развивалась вообще вне эмпиризма. И это как-то было вот нормально. В античности, наверное, бы так и продолжилось. Математика бы продолжила развиваться вне эмпиризма, и, наоборот, бы смешалась с мистическим неоплатонизмом. Если бы, в общем-то, античная философия продолжила свое развитие дальше. В том ключе, в котором все это, в общем-то, шло. До появления христианства. Ну, или во время появления христианства. В процессе появления христианства и взаимодействия с другими греческими учениями. В общем-то, вот так получается, что в античности у нас такое тотальное разделение тех методов, которые можно назвать эмпирическими. Притом эксперимента тогда все еще не было, вы помните. Но нужно запоминать, что такого вот научного эксперимента в самом прямом смысле этого слова просто тогда не было. Какие-то вот прототипы экспериментов можно встретить. Можно, но это не так уж и распространено было, по крайней мере. И особенно среди основных философских школ это вот вообще было не распространено. И дилистическая математика развивалась тоже в довольно-таки интересном ключе. Включая мистические трактовки, включая, вот, не знаю, мир, который состоит из треугольников. А кто из неоплатоников был математиком? Это же все мистики, теорги, алхимики, даже гепатия пресловутая. Уважаемый, гепатия пресловутая, напоминаю, занималась астрономией. Ну, астрология, астрономия, астрономия непосредственно. Все. Этого уже достаточно, чтобы назвать ее математиком. Вот это уже более чем достаточно, чтобы назвать ее математиком. Причем, ну, давайте будем рассматривать учения непосредственно. Ямлиха какого-нибудь, у него о числах там есть, непосредственно тоже. Мы будем кого угодно рассматривать, и там будет о числах. Дугин, он просто какой-то дед, понимаете? Он русский дед, не нужно его называть неоплатоником. В какой бы стране, Александр, вы хотели бы жить? Да на самом деле без разницы. Ну, то есть, если я буду бедным в хорошей стране, мне будет не так и хорошо. Да, вот написано, Порфирий, Ямлих, Прохол, Диадок. Да, не все были так или иначе математиками. Ну, то есть, да. Причем, они все так или иначе основываются на известном... Сейчас, главное не перепутать текст. Потому что я с этим Платоном скоро с ума сойду. С его именами, которые он использует в качестве основных. Так, сейчас давайте Тимей же. Тимей вроде. Тимей, чтобы я не соврал, Тимей должен быть, да? Тимей, это текст, посвященный физике непосредственно. Да, вот, один из важнейших трактатов Платона в форме диалога, посвященный космологии, физике, биологии. Вот этот текст преимущества математический, геометрический, геометрический текст. Ну, уважаемый, Тимей, Тимей, все состоит из херовых треугольников, прямоугольных. Все собирается из прямоугольных треугольников, потом они собираются в платоновские фигуры, а потом весь мир, как бы, материально возникает. Это вам не математика? Ну, как бы, это в прямом смысле математика. И чтобы это все исчистить, рассмотреть, нужна математическая теория непосредственно. И на этот текст, прежде всего, это один из тех текстов, на которые больше всего опирались неоплатоники. И не только они, кстати. Ну, это очень мощный текст просто Тимей. Здесь даже расширять ничего не надо. Это просто математика включена в учение Платона. Очень тесно, очень глубоко и даже метафизично включена. И с этим ничего не поделать. Цунады меня отправляют в Северную Корею. И Швейцарию. Ну, нет, Северная Корея там, где меня не убьют. Давайте так начнем. Где меня сразу не убьют, во-первых. Да, я действительно согласен с тем, что неоплатоники это далеко не только плотин. Но у плотина там тоже своеобразные числовые нумерологические фишки присутствуют. Поэтому он тоже отчасти математик. Ну, то есть, вы вообще-то еще должны понимать, что почти все математики математик до определенного времени были мистиками и нумерологами. Ну, вот как бы. Ну, то есть, лол. Да еще Джордана Бруно был мистиком и нумерологом. Хотя тоже любил математику. Так потрясающе о ней отзывался. Учение Коперника такое классное. Ну, давайте-ка его мистифицируем немножко. И под немножко, я понимаю, очень сильно мистифицируем. Так вот. Вот. Все очень сложно с методами в античности. И они вот так вот как бы расходятся. У нас эмпиризм в одних школах представлен. В одних школах представлен, а в других школах у нас математические методы, диалектика. Логика, она вот как-то вот немножко погуляла, так скажем. Погуляла по некоторым учениям. В перепатетизме она представляет собой основное учение. Основное учение эмпиризма. Там все-таки немножко есть. И у Аристотеля, судя по слухам, имеются трактаты о животных. Видимо, основанные на наблюдениях. И Аристотель, видимо, тоже немало каких-то своих положений базировал на наблюдениях. Вот. То есть эмпирический элемент есть в одной такой около рационалистической, идеалистической школе. Но с другой стороны, давайте все-таки не будем забывать, что даже перепатетики, даже перепатетики, они все еще не ученые. Им далеко до науки. Естественная установка им все еще как бы является чуждой для них. То есть у них есть метафизические сущности, которые воздействуют на мир. Это прежде всего формы, это цель, которой все движется, то самое благо, и непосредственно перводвигатель. Ну, то есть перводвигатель, он напрямую влияет на движение мира. Это не то чтобы такой вот естественный закон природы, который работает сам по себе. Это действительно метафизическое и постоянно воздействующее на мир, дающее движение. Потрясающая, в общем-то, тоже тема. Вот. Такое вот разделение. Но потом происходит нечто еще более интересное. Философия погаснув в Греции, она перемещается в арабский мир. А и в арабском мире, и в арабском перепатетизме непосредственно мы встречаемся со смешением философских систем Платона и Аристотеля, что в итоге дало человечеству логико-эмпирическое философское учение, которое при этом еще опирается и на математические исчисления. То есть, если до этого, ну, перепатетики как-то не очень сильно стремились заниматься математикой, я, конечно, может быть, ошибаюсь, может быть, есть перепатетики математики, но они не бросаются в глаза. Они вообще не бросаются в глаза. А вот платоники математики в глаза бросаются. И мы в качестве примера можем привести вот самого главного математика античности, Евклида. Он был платоником. Внезапно. Ну, то есть, все понятно. Так вот, и такое-то разделение методов было сильное. В арабском мире эти методы соединились. При этом те же самые арабские мыслители, ибн-сина, например, они занимались не только как таковой философией, они занимались и медициной. Да, занимались рассмотрением мира, изучением мира. То есть, арабская философия, вот именно арабский перепатетизм восточный, он заложил такой массивный, качественный фундамент для построения будущей науки. Арабскую философию активно читали средневековые мыслители. Правда, опять же, запомните, не следует думать, что восточным перепатетизмом ограничивается вся арабская философия, потому что у нас имеются, с одной стороны, суфи, мистическое направление, с одной стороны, не только философия, но иногда считается оно философским. А также те направления философские, которые имели апологетический характер, например, калам, мутузелизм, ашаризм, например, тоже такие вот интересные направления. То есть, философия, она никогда не ограничивалась такими методами. И если вот у некоторых мыслителей, восточных перепатетиков, вот такое вот сплетение методов имело место, то для остальных оно было неактуально. И трудно сказать, что вот эти вот восточные перепатетики, они прямо доминировали над всеми, ну, потому что Ибн Рушт, в общем-то, тоже свою лепту в итоге внес. И в итоге школа угасла, по сути. К большому сожалению. Но продержалась довольно-таки прилично по векам, очень мощно, очень мощно. Непосредственно исследования арабских мыслителей произвели большое впечатление на мыслителей средневековых. И появились, то ли, ну, по преимуществу вслед за ними, ну, уже в таком, на таком позднем периоде, те мыслители, которые увлеклись философией Платона и Аристотеля. Хотя вот Платон и Аристотель, да, в средние века плюс-минус были в почете среди философов. Хотя тут тоже сложности есть определенные. Можно по-разному это трактовать, можно видеть, как наоборот притесняется Аристотель, или наоборот притесняется Платон, но тенденция все-таки была позитивная. И в итоге возникли такие мыслители, как Роберт Грассетест, Томас Брадвардин, Роджер Бекон. Вот они, те самые империки, которые исследовали мир, используя при этом математические методы. Они создали теорию импетуса, они очень много работали над вот этими вот концепциями. И в итоге получилась такая тоже, вот это вот уже протонаука такая, своеобразная. Здесь действительно содержатся определенные моменты, которые сыграют потом большое значение. И определенные прототеории научные тоже появились. Тот же Николай Арэм, он тоже повлиял значительно, ну как я полагаю, повлиял значительно на возникновение теории относительности. Вот, повлиял на теорию относительности. Ну потому что, ну, вы посмотрите на Николая Арэма, посмотрите о нем, и вы узнаете, что он там писал про относительность, про то, что вокруг чего вращается, какая разница. Мы можем взять любую точку отчета для измерения, там, Земля вращается вокруг Солнца, Солнце вокруг Земли, может, все вокруг Марса вращается, как угодно можем описать, вокруг моего пальца все вращается. Неважно, любая исчислительная модель может быть предложена. Вот. Но следует опять же заметить, что такой жесткой, мощной системы, такой научной, все еще не было. Вышеперечисленные персонали, это единичные философы среди множества других. Притом все они, ну, так скажем, очень верующие были. Эта тенденция, традиция зарождается в христианских университетах на базе религии, о чем, кстати, будет тоже сказано еще раз ниже. Да. И все это, все, что мы изучили, уже нам говорит, что наука в целом не уникальное образование. То есть, среди многих философских учений были те учения, которые так или иначе либо предшествовали науке, либо были просто на нее теми или иными элементами похожи. То есть, с точки зрения философии, если мы будем рассматривать науку как философское учение, а вот то, что вот это вот определение, которое было дано вот здесь, вот смотрите, прежде всего я буду понимать ту методологическую, мировоззренческую позицию, которая оформилась в начале нового времени и стала фундаментом для становления современной научной системы. Вот эту вот штуку, которую я назвал наукой, можно разбирать именно в таком ключе, как философское учение. Без особых проблем. Ну и вот. Получается, что у нас уже было много аналогов. Но потом появились еще более существенные аналоги. Это эмпирики нового времени, прежде всего Фрэнсис Бэкон и его последователи многочисленные, которые, в общем-то, материализм английский основали, работали, в общем-то, в этом рамке, эмпиризм. Потом сенсуалисты всевозможные, многие-многие-многие другие, в общем-то, персонажи, известные философией нового времени, которые при этом, ну, были по преимуществу эмпириками. Давайте все-таки перечислим, вот такую-то характерную черту для эмпиризма нового времени. В этом эмпиризме нет радикального отличия такого вот разительного идеалистических методов, с одной стороны, то есть математики, топологии, логики, от самого эмпиризма наблюдений. Наоборот, то есть производится вот этот эмпиризм Бэкона, например, это определенный синтез идеалистических методов и эмпирических. То есть, прежде всего, в чем заключается преимущество Бэкона? Что он сделал? Он работал над индуктивной логикой и предложил включить в процесс рассмотрения свои таблицы, замечательные, знаменитые таблицы, в которых можно, в общем-то, структурировать вот эти самые явления. Вот что нам Бэкон подарил. Но что такое эти таблицы? Что такое индуктивная логика? Это все идеалистические методы. Эмпирикам прошлого, вот совсем уж прошлого, там, не знаю, в начале, в общем-то, существования эмпиризма, наверное, бы не пришло в голову делать что-то такое, включать в свои исследования непосредственные идеалистические методы. Ну, зачем это? Вот мы наблюдаем, вот мы смотрим, как все вот существует, там, вот эта вот бутылочка существует, зачем нам вносить ее в какую-то таблицу дурацкую, зачем нам ставить кучу бутылочек рядом и пытаться осмыслить их с помощью индуктивной логики, объединить какими-то выводами это. То есть эмпиризм Фрэнсиса Бэкона это не стопроцентный эмпиризм вообще-то. Это такой эмпиризм, ну, процентов на 60, наверное. Процентов на 60 это эмпиризм, а на остальные 40 это попытки осмыслить с помощью диристических методик этот самый эмпиризм. Но то же самое и с рационализмом Кортезия Декарта. Вот. Он тоже не являлся чистейшим рационализмом, да, был упор, в общем-то, на рациональные методики. То есть, опять же, уклон в сторону рационального, в сторону осмысления, в сторону, прежде всего, математики. Прежде всего, математики. Но вот этот вот рационализм, он включает в себя активные элементы эмпиризма, и вся эта математика, весь этот рационализм, он как раз и нужен для осмысления эмпирического опыта, вообще жизни даже, возможно, отчасти. Потому что все проблемы можно решить методологически, говорил Кортезий. Все вот эти вот авторы и эмпирики, и рационалисты, они прежде всего методологи. Методологи, они занимаются, ну, теорией познания. Их самый большой вклад в становление науки это теория познания. Вообще всем плевать, что Кортезий разделял, не знаю, ну, не философам, всем не философам, всем ученым плевать на то, что Кортезий разделял, в общем-то, что-то вот там на вещь протяженную, вещь мыслящую, такие сущности выводил. Плевать, плевать как бы. Самое важное, что он метод дал, задал метод. И эта наука вычленила, в общем-то, из его учения. Тоже часть учения... А где механисты вроде Гассенди? Это было бы очень тонко все это перечислять. Вы понимаете, что там очень большая история всего вот этого вот становления. Можно было бы и Гоббса, вспомните, Лока, и так далее, и так далее, и так далее. Все это абсолютно вписывается в данную тенденцию, в данную вот статью. В принципе, можно было бы расширить эту статью в 10 тысяч раз и включить в нее всех. Ну так вот. А суть-то в чем? Это просто вот, чтобы все это нужно было для того, чтобы показать, что базовые научные методологические положения присутствовали уже в различных философских школах. И поэтому наука не такая уж уникальная и особенная. Да, ее можно назвать уникальной философской школой, но никак не уникальным явлением, в сущности отличным от всякой философии. И мы еще не коснулись того, что традиционно считается религиями. Мы акцентировали внимание исключительно на узкой философской тенденции. Причем, следует опять же заметить второй раз уже, или третий, что философия куда богаче, чем все, что мы рассмотрели выше. То есть Платон, неопифагорейцы, и пифагорейцы, это не единственные школы, которые существовали. И перепатетики тоже, это не единственные люди, которые, в общем-то, существовали там, в Греции. Диапазон был колоссальный. Были и софисты, например. Научное мировоззрение софистику вообще не включило, проигнорировало. Но ввиду того, что христиане тоже ее проигнорировали. Потому что платоники ее игнорировали. А платоники, ну, по сути, самая сильная философская традиция за всю историю человечества, наверное. Ну, ладно, вру, вру, ладно. Но в Греции, в античности, это самая, в общем-то, такая вот модная, сильная, мощная философская школа. Уважаемый, почему бы не расширить, почему вы не пишете философские трактаты? Потому что я пишу философские трактаты. Понимаете? И у меня их около 30. Ну, тоже, как бы, это тоже нужно иметь в виду. И плюс ко всему, я пишу статьи, и пишу романы, и пишу стихи. То есть, я много чего пишу. И трактаты среди этого тоже есть. И мы их уже на стримах пролистывали. Это маленькие трактатики. Есть и большие трактаты. Большие мы пока не трогали. Это такой секрет пока. Их править, во-первых, еще много надо. Их я издать пока не могу. Их проверить надо. С ними еще больше поработать надо. Ну, в общем-то, как и так. А расширять вот этот конкретный аспект, такой узкий, ну, я не люблю. Иначе из меня бы получился второй Слаттердайк. Каждый вот этот вот аспект расписывать на несколько десятков страниц с разными примерами. Да, выглядело бы основательно, но я понимаю под этим некий такой вот обман. Ну, то есть, я бы почувствовал, что автор хочет как-то вот надуть. Надуть те материалы, которыми он владеет. Надуть тезис. Я, в принципе, понимаю тезис, который пишется. Да, первый мой текст, посвященный ортодоксологии, самый первый, который я написал, он на тысячу страниц. И второй, критика научного познания, он тоже больше, чем на тысячу страниц. Остальные уже значительно меньше. Это уже больше на брошюры даже похоже. Но в целом, если их все собрать, получится больше. И последний мой текст, который я, кстати, собираюсь написать, это уже в конце своей жизни, наверное, планировал бы написать. Это будет 64-й мой текст. Это уже на базе всех моих разработок, которые я когда-либо провел или проведу, я собираюсь собрать такую большую сумму всего своего учения, все свои наработки, все свои дополнения какие-то, более-менее существенные, и объединить их в один такой текст, где все это будет сжато, с одной стороны, в лаконичное нечто, такое вот. Но, с другой стороны, текст должен получиться тоже большой, больше, чем на тысячу страниц. Я еще параллельно словарь своей философии пишу. То есть, ну, отсылок, куда ссылаться, у меня будет тогда уже очень много. Это будет мой 64-й текст, в моей октограмме. Это действительно будет под конец жизни, наверное, написано. И я бы очень хотел это написать все-таки, не подохнуть раньше этого. Вот видите, зачем мне нужно жить? Почему я не хочу в Северную Корею? Именно поэтому. Так вот. Кстати, есть такое еще свойство сиентистов веселое. Да, сиентисты после такого аргумента часто говорят, вот тут наука, говорю я, не уникальная. И показываю почему. Вот объяснение. Вот такое объяснение идет покороче, обычно признают. Но говорят, потом отвечают, ну, наука-то, она отобрала все самое лучшее, все самое лучшее из философии. Все. Все, это супераргумент. Это как бы после этого так, все, мы победили. Сиентисты доминируют. Просто на самом деле это тоже очень сомнительно. Бедный храбров. Он носится и кричит. Я создал философскую систему. Я самый философски богатый стример. Моя система, мои книги, бла-бла-бла. А тут сидит кандидат философских с 30 трактатами. Но на самом деле вы еще и прозу учитываете, потому что проза это часть тоже элемента моего учения. Вот это вот как раз то, куда я помещаю те самые замечательные примеры, которые Салтердайк выкидывает в книги по философии. Философия у меня такие трактаты по большей части сжатые. Ну, по большей части. Не считая первого, но там я считаю, я награфоманил очень много. Вот. А потом я уже, я просто думал, что это мой первый и последний трактат, и больше я не напишу, а потом, оказалось, напишу. Нашлось очень много интересных тем, и я много куда вот начал думать, размышлять. И наука тоже, моей критикой научного познания, все еще не исчерпана, ее можно тоже изучать бесконечно, и не только критиковать. Ну, вообще, просто изучение самой науки, это уже интересный такой процесс. Я как бы со стороны пытаюсь посмотреть на науку, изучить ее, рассмотреть, что как ней работает, именно со стороны. Хотя изнутри тоже, отчасти. В общем, мы с этим как-то вот живем. Про ученых продолжаем. Напоминаю вам, друзья, это вообще очень сомнительно, что ученые отобрали науку, отобрала все самые лучшие. Все самые лучшие из философии. Ну, это просто утверждение. Ну, вот так вот кажется человеку. Он хочет сказать все самое лучшее. А по каким критериям самое лучшее, непонятно. Да, наука, так или иначе, вот то, что в итоге выросло в науку. Вот оно всегда находилось в рамках самых популярных философских тенденций, между прочим. Это платонизм, перепатетизм. Вот, вот самые популярные философские тенденции популярнее в Греции не было. А потом средневековая философия. Через нее тоже все прошло. Это тоже одна из самых популярных. Единственная тенденция, которая была в средневековой философии, это средневековая философия. Да, логично. С платонизмом и перепатетизмом тоже включительно туда. А потом, не знаю, картезианство у нас появляется, потом у нас появляется эмпиризм Бекона тоже, Бекона пораньше, правда, но не важно, не важно, не важно, но вы понимаете, в общем, наука просто взяла самую модную тенденцию, которая только существовала за всю историю философии, перестала работать с понятием Бога и прочими метафизическими концептами. Хотя большую часть времени ученые все-таки, ну, верили в существование Бога, метафизики, ну, просто их не разбирали, не туда была направлена их исследовательская программа. Отобрали все самое лучшее. Ну, не знаю, это как слушать, не знаю, Джастина Бибера и при этом говорить, ну, я отобрал самое лучшее из музыки, это самый популярный певец, музыкант какого-то там времени, не знаю уже какого. Ну, не важно, в общем-то, наука просто отобрала действительно самое популярное, и это в итоге заработало каким-то образом, то есть какие-то практические изыскания из этого получились. Это хорошо, это действительно хорошо, и в итоге наука стала самым мощным таким вот образованием в истории и философии, и религии, и вообще человечества, это реально очень мощная вещь. С этим не поспоришь. Но самое ли лучшее она отобрала? Вопрос. Можно ли сделать философию лучше за счет, ой, можно ли сделать науку еще лучше за счет философии? Это тоже вопрос. Тем более, давайте-ка вспомним, что, ну, на самом деле, наука претерпела некоторые преобразования еще в 20, уже в 20 веке, то есть это уже поздний такой период развития науки, она претерпела преобразования благодаря философии. То есть у нас появилось учение Поппера, например, учение о фальсификационизме. Почему оно появилось? Ну, то есть наука отобрала все самое лучшее, а почему вот лучшее... В итоге еще что-то лучше появилось? Почему? Почему это все появляется все лучшее, 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 да? И всегда наука все самое лучшее себе отбирает. Это же такая умная, это же наука, да? Она, видимо, существует и такая вот отбирается самое лучшее. Тут вопрос такой, если наука такая мощная, то почему ученые не правят миром, а им правят всякие ФСБшники, да, Трампы? Ну, уважаемые, вы заметите, что и ФСБшники, и Трампы, это люди с довольно-таки неплохим образованием. То есть, это люди, это адепты науки непосредственно. Почему-то миром не правят странные религиозные фанатики. Если бы, в общем-то, да, мир был бы религиозен, если бы в мире доминировала какая-то религия, то в мире бы правили религиозные фанатики. Ну, вот было бы логично. А так, ну, Трамп в целом, не то чтобы акцентированно сиентичный персонаж, но он один из таких вот ФСБшники, это тоже люди с хорошим образованием. Ну, их же не просто так разводят. ФСБ это вообще высшая такая вот... А, ФСБ, в смысле Путин. Ну, Путин кандидат наук, напоминаю вам, друзья. Вы как бы тоже не забывайте, что Путин кандидат наук. У нас все правительство состоит из кандидатов и докторов наук, вы тоже не забывайте. Да, купили. Но зачем купили? Почему они купили себе степени? Спросите. Спросите у себя хотя бы. Почему Жириновский, доктор философских наук, например? Почему? Зачем? Наука же не правит миром. Наука никому не нужна. Да? Или нет? Или все-таки она очень нужна, и почему-то некоторые люди стремятся к определенным степеням, к образованию в этой самой науке. Ну, если вы можете быть абсолютно таким каким-нибудь быдлом, необразованным, ничего не знающим про науки, вот-вот вы можете быть президентом при этом. Трудно себе представить. Трудно. Есть прецеденты, наверное, но не в очень развитом мире. Не в очень развитых странах такое происходит. Ну, продолжим. Наука и религия. Давайте напомним, что удивительно, но наука возникла в рамках христианской культуры. Думаю, это произошло не случайно. Античные философские тенденции не позволяли возникнуть тому методу, который мы считаем научным сейчас. Ну, мы это уже видели. И тенденции, в принципе... Философия Жириновского это, в случае, не философия Жижика. Да нет, на самом деле он получил свою степень в Советском Союзе. Поэтому он марксистом был, скорее всего. Ну, то есть он по марксизму-ленинизму получил степень. Но похожесть, видимо, есть. Потому что оба марксисты, как бы... Да. Ладно, продолжаем. Математика и эмпиризм принадлежали к разным школам мысли. В христианстве появилась возможность все это объединить, потому что теологи, в общем-то, не особо имели какие-то противоречия. Ну, им плевать, ну, математика, ну, эмпиризм, ну, какая разница? Можно объединить, можно не объединять. В контексте теологии это не имеет никакого смысла. Ну, то есть, как это этому противоречит, этому объединению? С другой стороны, эмпиризм и математика не противоречили христианской религии. Поэтому вполне так себе над всем этим можно было работать. И самое главное, работать одновременно. Если для античного мыслителя вот эта вот разница была очень важной, и, ну, какой-то там дурак, не знаю, в античности занимается математика. Я эмпирик, например. Я эмпирик, я людей лечу. Я врач, например, да? Какой-то придурок там чертит себе вот эти вот треугольники дурацкие, там, не знаю, пифагоровые штаны там измеряет себе везде во все стороны равны, и все вот это вот делать. И такой думаешь, ну, ты и фантазер, конечно. А вот я занимаюсь настоящим делом. А с другой стороны, этот фантазер думает, все-все исчисляемо, все числами можно измерить, все узнать можно. Ух-ух-ух, миром правят числа. То есть, да, вот этот дурак империей какой-то херней занимается тоже. Это не познание, это же чушь полная. То есть в античности были принципиальные позиции в этом смысле, именно вот в этом данном аспекте. И поэтому объединить вот эти вот принципиальные разные концепты было крайне сложно. И они начали объединяться уже внутри двух различных религий. То есть внутри ислама, с одной стороны, в виде вот этих вот восточных перипатетиков. А с другой стороны, уже внутри христианской философии. Ну, то есть, мне думается, что вот это вот объединение не смогло бы произойти, если бы христианство в итоге не стало доминирующим. Просто технически. Не потому, что я очень сильно люблю христиан, или арабов очень сильно люблю. Нет, просто вот технически в античности предпосылок для вот этого объединения, того, что в итоге стало научным методом, ну, просто не было. Они просто вообще в другую сторону пошли. Они вот вообще сильно разделились и пошли в другую сторону. Ну, замечательно. А тем более еще и скептицизм сверху к науке вот так вот пришпилить. Но это тоже очень смешно в итоге стало. Ну, потому что античные скептики имели, наоборот, тенденцию к критике эмпирического. Почему-то, несмотря на то, что в Греции было колоссальное обилие идеалистических школ, почему-то большинство тропов Эниседема направлено на критику эмпирии. Непонятно, почему он эмпиризм критиковал, но вот почему-то критиковал. Почему-то ему эмпиризм именно не нравился. Почему-то именно в нем нужно было усомниться. И он усомнился. Если не ошибаюсь, там, не знаю, то ли пять, то ли шесть тропов посвящены тупо критике эмпиризма. В любых его, в общем-то, возре, формах, включая научную и современную, тоже можно таким же образом критиковать эмпиризм до сих пор с помощью тропов Эниседема. Ну, вот так вот интересно тоже, да. Христианство также создало университеты, не забываем, католики. У них университеты замечательные, большие, потрясающие, которые до сих пор работают и которые ученые себе как бы забрали, да. Да, изначально в них практиковались семь искусств, напоминаю, четыре из которых тесно связывались с математикой. То есть тот самый квадриум, он тесно связан с математикой. При том, то, чем занимались христиане, считалось неотъемлемой частью христианства. Ну, то есть, с какой-то стороны, все-таки деление имеется. Да, не было очевидного, видимо, разделения на науку и религию, но, с другой стороны, ладно, я здесь оплошность допустил в статье, было разделение на... Так, давайте-ка я удалю вот это вот фуфло, я сам себя, это... Я сам себя критикую сейчас, я не прав. Я здесь не прав, друзья, я удаляю из статьи вот этот вот аспект дурацкий. Не было очевидного разделения на науку и религию и отъемлемую часть христианства, давайте-ка это уберем все-таки. Потому что в христианстве, наоборот, существовало вот это вот крайне поставленное разделение на знания, с одной стороны, вот это вот знание, вот знание, и вера, вера и знание, вера и знание. Знание это вот философы всякие, что-то там говорят, вот это вот знание. И оно не то, чтобы прям вот очень хорошее, сильное знание, но вот оно знание, ну, что-то полученное рациональными методами. А вот вера, это уже хорошо, это уже замечательно, это уже повыше что-то уровнем. Так вот, вера. Про веру давайте теперь поговорим. Что такое вера вообще, почему в религии? Религии вообще определяются через веру внезапно, неожиданно. Как скептик может заниматься самокритикой? Разве скептик не всегда неправ? Это верно, но я решил все-таки, что в одном случае я буду чуть-чуть больше неправ, чем в другом. И поэтому мне пришлось тут удалить аспекты статьи. Ну, это просто компетенция, уважаемая, компетенция все-таки какая-то есть. Если я буду очень позорные тезисы выкидывать, которые я не смогу защитить, и которые вносят противоречия внутри самой статьи, а вот это было противоречие внутри самой статьи, мне из-за компетенции потом вот эта недокомпетенция мне влетит потом. И я считаю своим долгом исправить в данном случае. Так вот, нередко постулируется, что религии отличаются от науки и философии этой самой верой. Отметим, что данное деление имеет смысл только в рамках христианского дискурса. Дело в том, что разделение на знание и веру или разум и веру было предложено христианскими апологетами, ну, например, Климентом Александрийским. А также следует понимать, что христианство пользуется уникальным понятием веры, которое не свойственно для других религий. Если мы начнем говорить о вере в общем смысле, как это было в античности, то получится, что наука тоже строится на вере, ибо верой тогда считалось наличие любых убеждений, в том числе эмпирических. Тут вопрос, а что мешает скептику нести неграмотную, полагаю, чушь? Это скептическое следование академическому консенсусу. Может быть, да плевать на самом деле, можно и чушь нести. Но если я не докажу вам, что я могу нести не чушь, с одной стороны, то какой смысл мне нести просто чушь? Мне надо доказать, что я могу нести что-то осмысленное помимо чуши. Разве не так? А то критикуете науку же научным методом построения аргументации. Я имею право. Я направляю оружие науки против нее самой. Искривляю лезвие научного познания и втыкаю в клинок его вот так вот. Вот это и называется, да, сила. Сила скептицизма. Вот она. Так вот. Если мы начнем говорить, да, 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 да. Религиозная вера, то есть вера христианская, это специфическое образование, у которого в большинстве других религий, ну, просто нет аналогов. В буддизме нет аналогов этой веры. Говорить, что религия основывается на вере в христианском смысле, нельзя. Вот вообще нельзя. Это вот глупость будет. Это совершенная глупость. А с другой стороны, если мы переходим на такой общий уровень, ну, кто-то там во что-то верит. И это религия в таком случае. Есть большая такая система, много народа, и они во что-то верят. В таком случае науку тоже можно назвать религией. Вот. И, ну, опять же, напоминаю, общая вера присутствует и в самой науке, так как без нее невозможно представить себе, с одной стороны, эмпиризм, а во-вторых, рационализм, математику, естественную установку и методологию науки в принципе. Это все убеждения, так или иначе. Мы убеждены в некоторых математических законах, в некоторых естественных законах, в естественной установке убеждены, в эмпиризме и рационализме тоже имеются убеждения. Вот если бы кандидат философских наук делал школьные ошибки философии, пудая Платона с плотиным, дохвастался тем, что ничего не читал, это было бы круто. Идеальное опровержение науки. Согласен, согласен. Я так в свое время и делал, кстати. Но потом что-то я вот как-то вот стал вот таким вот внезапным. Но потом я стал таким в итоге. В самом начале это приблизительно так и выглядело, но я тогда еще не был кандидатом наук. Посчитайте потом, может быть у вас будет возможность почитать мои ранние тексты, даже без правок. Вот там было весело, там действительно был такой трешак. Но постепенно я совершенствовал свои аргументы, свои орудия, свои методы и пришел вот к современному своему состоянию. Теория познания христианства. Давайте обратим на это внимание, христианство принимало несколько познавательных тенденций. Первая, конечно, базируется на авторитете. Авторитет Библии, отцов, церкви и самой церкви. А вторая основана, она основывается на диалектическом познании. Среди, в общем-то, христианских школ имеется несколько вот таких вот, таких диалектических тенденций. То есть диалектику христиане развивали. И это было довольно-таки популярно. Есть третья тенденция, гносиологическая. Она называется логической. Ну, то есть развивали логику христиане в том числе. Почему бы и нет. Четвертое, это уже эмпиризм. И мы уже перечисляли наших замечательных Роджера Бекона, Томаса Брадвардина. И Игры Сетеста мы тоже перечисляли. Вот они, замечательные эмпирики. Также важно заметить, что христианство использовало большую часть этих методов всего лишь в качестве инструментов. То есть логика использовалась по преимуществу не потому, что, ну, вот христиане, ну, вот, прям вот верили. Ну, логика, это законы человеческого мышления. Нет, потому что она была убедительна в теологии. То есть вы... Она просто убедительна. Когда вы кому-то, в общем, кого-то пытаетесь переубедить, например, пользуясь такими методами, логикой, диалектикой, эмпиризмом в меньшей степени в данном случае, но все равно, вы можете инструментально очень хорошо на это воздействовать, на человека. Также и риторика включалась иногда. У Раймонда Лулия, в общем-то, тоже интересный такой подход риторический был. Ну, и получается, что имелось радикальное различие между христианской верой и философским знанием. И вот это вот было, кстати, противоречие в статье, потому что я выше написал действительно чушь, которая противоречит вот этому. Так вот, религии Индии и вера. Индийские религии же. Индийские религии по преимуществу основываются на духовных практиках. А следовательно, основным критерием истины служат именно они. Нередко индусы достигают той или иной формы чистого восприятия, с помощью которого и постулируют те или иные положения. Следует заметить, что этот метод радикально отличен от христианского и не подразумевает той самой специфической христианской веры. Здесь мы можем говорить о психопрактической убежденности. Это совершенно другое, это вообще нечто другое. Это именно на психопрактике основано не просто на психологии, не просто на вот этой вот вере. Действительно, христианская вера тоже глубокая вещь, своеобразно глубокая. Но здесь другая грань. Это совершенно другой тип религии получается. Но и у индусов были свои теории познания. Давайте подумаем, посмотрим. В индийских религиях также наблюдаются тенденции к формированию собственных теорий познания. Поговорим о трех пунктах, которые рассказывают о методах достоверного познания. Они встречаются в некоторых учениях, правда. Иногда комбинируются с другими более сложными методами познания. То есть эти методы познания вот так обозначаются. Это пратьякша, анумана и шабда. Пратьякша это чувственный опыт. Неожиданно, да, эмпирический элемент в индийской теории познания. Ух, 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 ух. Неужто, а что дальше? Анумана. Это вывод. Вывод в качестве пятичленной силогизма. Там еще и десятичленный силогизм. Много силогизмов разных индусы придумали. То есть по какому-то из силогизмов тоже анумана. Вывод. А есть шабда. Это авторитет. Авторитет к священным текстам. Это прежде всего веды, упанишады и другие священные работы. Работа тех или иных основателей вот этих вот школ, направлений. Да. Также, например, в буддизме есть определенное такое йогическое восприятие, с помощью которого непосредственно можно тоже достигнуть достоверного познания. Так вот, понимаем. Понимаем мы под этим всем вот что. При этом важно понимать, что для индусов все эти методы были едины с их религиозными воззрениями. То есть здесь наоборот наблюдается единство. Вот эти вот методы, они напрямую выводятся из индийских теорий познания. Не только познания, а вообще из индийских воззрений. Вот это вот все часть, часть учений индийских. У христиан это методы, которые не имеют особого значения, поэтому их можно отставить в сторону. И поэтому на базе вот этих вот отставленных в сторону методов, вроде математики, вроде диалектики, вроде логики, вроде эмпиризма, развивается наука как такое отдельное внутрихристианское образование, постепенно перерастая в самостоятельное такое учение или религию даже, такое большое массивное образование, колоссальное, интересное, мощное. Сейчас очень мощное. Но изначально-то все начиналось... Тут вопрос, да, еще. Вы могли бы потом разыграть из себя сайентиста и опровернуть себя? Да меня кто угодно опровернет уже потом. Ну то есть, пуканы после таких материалов горят, и я не вижу смысла напрягаться, потому что, ну, противников таких трактовок очень много. Что же такое религия? Давайте спросим-то у себя, что же такое на самом деле религия? Если всякая религия, если не всякая религия строится на вере, а некоторые включают в себя сложные эпистемологические учения, то какой отличный признак имеется у религий? Вот важно понять, чтобы различать религии. Наличие убежденности в существовании Бога? Не все религии теистичны. Вера в сверхъестественное, например? Нет. Не все религии акцентируют внимание на метафизике. Иррационализм познания? Этот самый рационализм свойственен также некоторым философским направлениям даже уже внутри Европы. Непосредственно, почему бы и нет? Тем более в античности многие школы были иррационалистичными, и это было нормально. Более того, сам рационализм строится на вере в разум. И потому тоже может быть воспринят как нечто иррационалистичное. Ну, ввиду того, что он сам строится на вере. Подтвердить основание рационализма рационалистичной невозможно. Так, отсутствие попыток познания? Ну, нет. Все религии так или иначе занимали... Все большие религии, по крайней мере, так или иначе пытались заниматься познанием. Иногда даже используя эмпирические методы. Ну и вот остается единственный, наиболее точный критерий религиозности, но при этом самый поверхностный. Это количество адептов, с одной стороны. При совокупности, включая к этому самому количеству адептов, еще и наличие сложной иерархической организационной структуры, включающей в себя образование, места сбора, а также привилегированных представителей данной религии. Ну, например, духовенства. Почему бы и нет? Давайте-ка подумаем, а почему произошла путаница? Почему мы начали называть религиями, ну, вот вообще все, ну, кроме науки? Вот кроме науки и философских течений, ну, с философскими течениями все понятно, они никогда не достигали размера религий с какой-то вот стороны. Ну, марксизм, может быть, сейчас, да. И то его часто сравнивают с религиями. Вы бы это тоже удерживаете в голове. Потому что, почему произошла путаница? Потому что первыми религиоведами были либо христианские миссионеры, либо христиане уже в университетах непосредственно, которые сидели, которые по нехватке опыта и понимания, которым по нехватке опыта и понимания приходилось описывать всевозможные духовно-интеллектуальные течения с помощью имеющегося в их распоряжении религиозного терминологического аппарата. Когда религиоведением начали заниматься атеисты, ну, более-менее ученые, атеисты, нейтральный атеизм у людей, в общем, то они с удовольствием сохранили те аспекты миссионерской риторики, которые разделяли науку, философию и религию, делая последней удобной мишенью для поверхностной критики. Ну, то есть, да, по сути, все религии теперь можно было критиковать только через одно христианство. Например, Докинс какой-нибудь так и делает. Многие атеисты так просто вот делают. Ну, вот у нас религии, значит, они строятся на вере. А значит, у нас наука строится на знании. Знании, знании, да. Причем это христианское деление, характерное только для европейской такой вот эпохи, для нас, для европейцев характерное, для христиан характерное прежде всего. И мы пользуемся этим делением. Ну, оно очень клевое, видимо, оно очень хорошее. Так вот, я могу рассматривать науку как отдельную религию. И это вполне возможно. Адептов у нее очень много. В соответствии с тем определением, которое мы рассмотрели, большая часть людей, закончивши школу, лучше разбирается в науке, чем средний адепт православия в христианстве. Вот это тоже важно фиксировать. Более того, наука заправляет общим школьным и университетским образованием, владеет университетами и прочими учебными заведениями. В науке есть привилегированные люди, то есть ученые. А у ученых имеется своя иерархия. Также нелепо говорить, что в науке нет авторитетов. То есть это самая шабда в индийских учениях, либо авторитет Библии. Нет, так как большая часть научной работы, это не проведение опытов. Нет, ни в коем случае. Ученый не проводит большую часть своей жизни в опытах. Он составляет статьи, монографии, диссертации, где просто необходимо ссылаться на авторитетные источники по тем или иным вопросам. То есть шабда, авторитет, авторитет таким вот авторитетным важным текстом, это один из методов такового познания в науке в том числе. Наука без авторитета, без вот этих вот всех текстов, без вот этого, без многочисленных ссылок, это уже тоже не наука, не такая уж современная научная система. Так вот, наука в этом всем смысле получается совершенно не особенной. Ну то есть мы рассмотрели те аспекты, в которых она, ну вот вообще никакая не особенная. Обычная такая наука, обычная такая, то ли религия, то ли философское течение, то ли еще что-то. А почему так получается? У меня тоже такой вопрос. В целом, отличия между религией, философией и наукой, ну на мой взгляд, по крайней мере, не носят существенного характера. По большей части основных критериев они похожи. В каждой религии есть как философское ядро, так и философские методы. В науке они тоже есть. Также наука строится по образу и подобию религии в ряде областей, именно религии, именно христианство причем. И, видимо, не может строиться иначе, будучи достаточно большой и популярной системой. Либо для меня, лично для меня, нет какой-то большой разницы между философией, наукой и религией. Везде присутствуют те или иные убеждения, авторитеты, традиции, а также священные тексты, либо очень уважаемые тексты. Более того, слова философия, религия и наука имеют слишком большое количество значений, нередко пересекающихся друг с другом. Нет ни одного более-менее очевидного критерия, позволяющего их разделить, кроме разве что, ну, совсем уж формальных, в которые мы уже перечислили один критерий, количество, в общем-то, подписчиков, так скажем. Да, про марксизм написано, я уже говорил. Традиционное противопоставление науке, ну, то есть в скобках философии, знания, разума и христианства, то есть в скобочках веры, актуально только для одной культуры, и то на базисе христианства, и то из-за христианских вот этих вот воззрений, которые изначально легли вот в это деление. Мне кажется, что подобное разделение давно пора изжить, так как оно мешает осознать сущность, верование, убеждение, а также скрывает от нас многообразие интеллектуальной жизни человечества. Нужно учиться, мыслить шире трех поверхностных, абстрактных и непрояснимых категорий, навязываемых образованием и разделяющих людей на три группы. Философов, этих вот ученых и христиан. Вот. Все, статью мы разобрали, друзья. Все, теперь видосы. Ребят, кто с нами остался? Мне кажется, что Шалов, Шалов, близок к критической теории, а не к скептицизму. Зачем скептику кого-то разоблачать, тем более таким чисто научным методом? Потому что я могу, потому что я могу, просто могу это сделать, и поэтому я это делаю. Друзья, давайте, кто с нами остался, давайте посмотрим, и с нами остался, давайте посмотрим, cimento к клубе. До субтитров, quarto к клубе.